Всем привет мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я Антон и я продолжаю проходить великолепную игру Warhammer Dawn of War Dark Crusade и сегодня я буду штурмовать пожалуй самую дебильную, самую неудобную провинцию в игре. Вообще знаете, в любой игре, абсолютно в любой, есть своя самая долбанутая, самая неудобная карта или локация, допустим Call of Duty Modern Warfare 2 это Бразилия, думаю никто с этим спорить не будет. В World of Tanks это Камарин, кто играет в танки сейчас поймет о чем я говорю. А вот в Warhammer Dawn of War Dark Crusade есть болото Мурада. Как мне кажется, это самая дебильная, самая сложная, самая неудобная локация вообще из всех представленных в игре. Безусловно, главные провинции сложные, очень, но болото Мурада, мне кажется, стоит на втором месте по сложности после главных. И вы сейчас поймете о чем я говорю. К тому же, пока я катал вату с остальными провинциями, имперцы, которые здесь находятся, успели качнуться до пятого левела военной мощи. Поэтому тут нам еще и дадут просраться, я думаю. Ну да ладно, не будем долго разглагольствовать и начнем. Как я и сказал, командир противника ветеран, элитные подразделения есть. У него, правда, только одна база, но хорошо укрепленная. Нанимаем гвардию по максимуму, два подразделения стрелков и два подразделения налетчиков. И давайте уже пойдем в атаку. Да, ненавижу, вот просто вот, ну ненавижу я. Вообще, и такую местность в игре, когда болото, сыро, дождь идет, это неудобно, очень неудобно воевать. А вот болото Мурада, это вот просто вот совокупность всех моих самых нелюбимых локаций вообще. Ну, вы сейчас поймете, о чем я. Так, господи, надо сесть поудобнее. А то сейчас бомбить начнет. А я неподготовленный, правильно? Давайте, ребята. Вперед. Готово, готово, тушенка ова. Ну, что там? Как захват? Вот сюда бы желательно, прямо вот в приоритете. Поставить дозорный пост. Давайте, ребята, быстрее. Ну, уже, давай-давай-давай-давай. Есть. Спускаемся на землю. Как скажешь. Чего ты ждешь? Мы тут с ума сходим от скуки. Вот сюда, я думаю, метнуться стоит. Быстро, быстро! И захватить вот эти точки. Пора поглядеть. Вот, отлично. Вы, ребята, захватите вот эту. Возься с парнями. Че такое, че такое? Так. Во, отлично. Чего ты ждешь? Мы тут с ума сходим от скуки. Мы их перепрыгнем. Сделаем это как настоящий орех. Так, ребята, не стоим, не стоим. Работаем. То, пока я провозился с этими дозорными постами. Противник-то наверняка, наверняка уже качается. А я тут вату катаю. Идем, идем. Вот тут, по-моему, база вражеская. Я уже наизусть выучил. Где кто находится практически. Так, давайте, захватывайте. Молодцы. Забили мне свалку пушек и порезче. Вот сюда. А вы вот сюда. Идем, идем. Я ничего такого не делаю. Так, теперь приступим к строительству опорного пункта. Идем. 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 Молодцы. Быстро строите. Я прямо не ожидал. Ага, что-нибудь построить. Так, пока вроде бы ресурсов наших хватает. Это на самом деле очень приятная новость. Что не нужно экономить. Во всем, что есть. А вы вот сюда. О, тут еще и лавовая шахта есть. Это прямо новость меня обрадовала. Очень сильно. Творя. Лови гранату, гнида. Отлично. Всех просто зарешили. Все. Пусть это говно убегает. Трусливая крыса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаны начинают захват. Мы кидаем гранату. На! Прямо бошки оторвало. Все, пусть идут. Пускай идут своей дорогой. Я думаю, стоит возвести еще пару вышек. Для профилактики. Да говнюка этого убейте. Мы тут с ума сходим от скуки. Он их коцает, они стоят. Они услышат плеть грязь. Чего ты ждешь? Мы тут с ума сходим от скуки. Сейчас вам скучно не будет. Сейчас вам будет очень весело. Так, вот, да. Генератор это то, что мне нужно. Это то, что надо. Сварочную мы здесь не поставим. Обидно. Зато мы ее вот здесь сможем поставить. О, о, о. Вижу. Десант. Десант сюда. Бейте этих мразей. Говнюки. Ненавижу. Жаль, в здании нельзя гранату кинуть. Вот это обидно. Ты посмотри. Посмотри, что делают. Ловите. Одной гранатой. Зарешал просто. Отлично. Блин, чего я и раньше не пользовался. Такая офигительная штука. Оказывается. Ребята, а вот сейчас пора делать ноги. Вот я прям это так вот чувствую. Тем более... Тем более... Противников... О-о-о-о! Очень много. Вот еще... Убейте. Мрази потеряли мы несколько точек. Это обидно. Но... Укрепились на уже занятых. Что... Тоже довольно... Неплохо. Согласен. Надо делать ноги. Парни, как насчет убежать? Летим в облака. Убьют же. Давайте вот сюда. Будем дефить эту точку. Жестко. Я б сказал. Крепостерков. Крепость орков. Пусть будет. Теперь пусть попробуют эту точку насаджать. Это, между прочим, реликтовая. Ее сдавать просто так... Ни в коем случае нельзя. О, уже кто-то пришел. Священник, комиссар. Короче, отряд командования пришел. Козлы. Давайте, 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 мужики. Отходим, отходим. Так, вот... Я не понял. Какого хера вы не сделали? Что-нибудь построить. Какой ужас. Ёлки-палки. Ё-моё. Да. Тупизм уровень хардкор. Как же так можно, а? Стоять. Никуда пока не ходим. Работать, нигеры. Друженько, стучим молоточками. С пятого пинка понимают. Так, вы меня достали. Надо вышку делать. Вот это самая подлая тактика. Издалека. На самом большом расстоянии херачить. Мрази. А сейчас еще и... Да, тут уже пулемет они установили. Все, 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 все. Уходим. Вот. Отличный. Отличный получился генератор. А вот сюда, я думаю... Особо укрепленный дозорный пост мы поставим. Как вы меня бесите, а? Говнори пришли. Я же говорил, ребят, что будет сейчас такой хардкор, что просто... Не знаю, что сказать. Просто не знаю. Пулеметчиков. Танкетки. И... Да и все, собственно говоря. Больше и нечего. Нанять. О, давайте еще генератор. Я стану твоим большим пальцем, верно, босс? Пора что-нибудь построить. Так, давайте-ка мы немножечко тут все заминируем. Ну, стреляют. Может, другой дорогой пойдем. Мрази, а? Ненавижу вас! Мудаков. Уже мины мои заметили. Мы лучшие стреляющие. Нам нужно пострелять в кого-то. Сейчас постреляйте, ребят. Сейчас очень много постреляете. Так, ну... Сбавили мы количество наших ресурсов. Сильно сбавили. Кстати, как там наши танкетки? Уже нанялись? Где они вообще? А, вот они. Я просто им точку не задал, куда ехать. Мы парим лучше всех. Так. Сохранение. И вот теперь пойдем. Пойдем. Мы парим лучше всех. Давайте, ребята. Бах, бах, бах. Да вы че, тупари. Вперед! Дебилы, в атаку! Сила есть, ума не надо. Не хотел я про своих солдат такое говорить, но придется, видимо. Потому что эти дебилы сами в себе запутались. Ох, это, конечно, сверхидиотизм, когда из-за модели другого персонажа не может пройти тот, который вам нужен. Они, по крайней мере, свою работу делают честно. Они тупят зверски. Фига, они его замаскировали под деревце. Чуды. Ты ему же сам определился, жарковато. Понеслась, понеслась, понеслась. Мочите. Наблюдательные посты мочите. Иду уже. А вот и штаб. А вот и штабчик нарисовался. Вот это я люблю. Это как палить по банкам. Разорвались. Вот это я люблю. Ну же. Та-дам. Отлично. Превосходно. Ожидал я, что будет значительно труднее. Стоит признаться. Ну ладно. Быстро все прошло. И слава богу. Победа шесть. Далее. Вот теперь пропускаем ход. Наверняка. Наверняка кто-нибудь попытается у нас эту локацию сейчас отбить. Я думаю, что хаос. Нет. Автобой. Они напали на Рианские джунгли. И проиграли. Да. Меня вот эта ситуация очень пугает. Что некроны. Во-первых, они накапливают гвардию. Во-вторых, они контролируют. Собственно говоря. Космопорт. И локацию Повонец в целом. Это прямо. Прямо. Очень-очень меня напрягает. Так. Давайте мы сделаем вот что. Гарнизоны. Что с ними? Раз. Два. Три. Неплохо. Отлично. Блин, я не сразу обратил внимание. Но теперь заметил. Основные силы имперцев оттянулись к главной базе. Великолепно. Теперь пустоши Эреса свободны. Да, там будет очень много солдат Империума. Но это будет не гвардия. Это будет не гвардия. И нам всяко будет полегче. Так. А давайте мы еще раз пропустим ход. И посмотрим, что наши противники предпримут. Автобой. Ребята, вы не пройдете здесь. Пора бы уже это понять. Наконец-то. А, кстати. Давайте. Нет. Стоп. Отмена. Отмена. Тут и так сильный горизон. А вот болото Мурада надо усилить. Раз. Два. Три. Четыре. Ровно на два подразделения стрелков и на два подразделения налетчиков. Налетчиков. Все. Потратили. Все, что можно. Елки-палки. Они еще и ассасинов наняли. Как так можно вообще? Вооружен дальнобойной снайперской винтовкой. Способен уничтожить большинство пехотницов одним выстрелом. Навык снайперский прицел позволяет ассасину временно увеличивать дальность поражений и радиус обзора. Эффективен против пехоты и героев противника. Ну короче, такой киллер. Шпион. Такой весь из себя. Четкий. Боевые скоробеи. Че вы тут баньши. Ну ладно. Короче, ребят, думаю, на этом серию я закончу. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться. Поставить под этим видео лайк. Вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере. Всем удачи. Всем пока.